здравствуйте меня зовут игорь мне 49 лет я живу в украине в городе северодонецк рисовать люблю с детства если мне становится скучно но рядом есть лист бумаги ручка или краски то вопрос досугом решен тематика моих работ в основном посвящена космосу и кибертехнологическому футуризму своих работах я стараюсь изобразить на мой взгляд мир и которые где-то существуют но не рядом с нами все эти конструкции механизмы хочется показать широкой аудитории и донести мысль что наш мир гораздо интересней и таинственней работы изобилуют очень многими мелкими и крупными деталями что делает их гораздо интереснее привлекательней и благодаря этому их можно рассматривать очень долго при этом открывая для себя каждый раз что-то новое и интересное каждая моя работа это любимое мое детище в которое вкладываю душу и частичку себя это фонтан позитива вселенской фантазии и элегантной загадочности предлагаю рассматриваемые работы попутешествовать окунуться в мир фантазии где вы можете увидеть и найти для себя что-то новое и неизведанное меня всегда интересовало и что-то из древних знаний и либо из недоказанных гипотез которые касаются нашей вселенной солнечной системы ну или просто что-то новое и технологически интересное работать я предпочитаю маслом потому что благодаря массу можно действительно извлечь глубинные тона то что как раз и полагается для изображения таинственного космоса очень люблю гелевые ручки довольно таки все просто но благодаря им можно написать интересные и масштабные работы с удовольствием работой гуашью вот примеру одна из работ выполненная в этой технике это снова массу а теперь о моей конкурсной работе выполненной массу называется она не беру вполне вероятно это может быть нашей десятой планетой нашей солнечной системе который ее орбита пересекают систему между марсом и юпитером еще древние шумеры своих посланиях упоминали о ней и хотя современный ученый мир и астрономы спорят о наличии существования этой планеты все же исключать тот тот момент что она есть не стоит как могли древние люди не имея никаких приборов даже примитивных с помощью которых бы можно было бы рассматривать звездное небо знать о наличии этой планеты и вообще состоянии и устройстве нашей солнечной системы это наводит мысль о том на то что несмотря на то момент что эти древние народы довольно таки были не развиты и примитивны как нам сейчас хотят это сказать обладали какими-то сокровенными знаниями поэтому я все-таки убежден что не беру существует ну или же существовало далекой древности также я хотел вам еще презентовать коротенький свой клип по мотивам моих работ с которой будет сопровождаться красивой космической музыкой с автором которой я также являюсь мне кажется что благодаря этому ролику вы сможете более масштабные и углубленней оценить мое творчество так сказать попутешествуйте фан в мире фантазий моих работ на этом я с вами прощаюсь спасибо вам большое за внимание приятного просмотра спасибо 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 не Space is huge and indivisible, and our compositions inseparably live. Space is huge, but it's hard to do it. что мы не имеем в тюрьму. НО! Здорово! Здорово! Наши ручки. Наши ручки. Земля. 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 Адмистронис не хочет рассказать всю информацию which Йоханн Кепла told about в его фильме. Наши ручки не сомневались и не сомневались. Мы желаем не сомневались. Целестоин механикс. Это код австрономик лобс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok